Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. В регионе успешно функционирует судостроительная компания, судовое оборудование и сервис. Наглядный пример – первый военный десантный катер «Шапшанг», сконструированный в Мангистау. Судно было презентовано в преддверии Дня Республики. В торжественной церемонии приняли участие глава региона Нордавлет Кылубай, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камаледдинов, контр-адмирал вооруженных сил Ратмир Камратов, представители судостроительной компании, военнослужащие и жители города. Поздравляя собравшихся, Акимобласти подчеркнул, что это является историческим событием накануне знаменательного праздника Дня Республики. Перед вами очередной пример по этапной реализации поручения главы государства по развитию и углублению казахстанской строительной отрасли. Это первый проект, реализованный в нашем регионе. Мы знаем, что у наших соотечественников есть и более крупные проекты, и мы всегда готовы их поддержать. Новый катер пополнил материально-техническую базу военно-морских сил, которые несут службу по защите национальных границ и единства страны. Ветераны вооруженных сил отметили важность взаимодействия военнослужащих с промышленными и сервисными предприятиями в укреплении обороноспособности армии. Я хочу сказать, что обороноспособность нашей страны, она жиждится на двух столпах. Первый – это те люди, которые эксплуатируют вооружение, военно-технику. В данный момент это моряки, которые служат на кораблях. И те люди, которые ремонтируют, создают и строят вооружение, военно-технику. В этом случае это заводчане. Главнокомандующий военно-морскими силами поделился воспоминаниями о ходе оснащения базы ведомства в регионе. По его словам, за последние годы воинские подразделения обеспечены всем необходимым для полноценного несения службы. Главком ВМС вспомнил времена, когда приходилось проводить учения и сборы на арендованной территории. Мы приехали на просто территорию, ничего не было. А сейчас мы имеем уже свой пирс полноценный с пунктом базирования здесь в городе Актау. Раньше мы арендовали там участников, где боевые корабли, вы можете себе представить, он должен выполнять боевые задачи, а мы стоим на территории частных участников организации. И поэтому сейчас он с полноценным с пунктом базирования. Есть корабли, которые выполняют боевую задачу, несут боевые дежурства. В свою очередь представители судостроительной компании отметили, что у них есть все необходимое для производства как военной техники, так и кораблей для туризма. Также предприятие может принять заказы по строительству специального транспорта. Дальнейшие планы завода развиваться, наращивать потенциал, строить судоверфь здесь в Мангыстау, в Актау, и поднимать кораблестроение нашей страны, поднимать обороноспособность нашей страны, как говорится в послании нашего президента. На сегодняшний день мы видим, что потенциал в нашем государстве, в Мангыстауской области, он есть, его нужно просто развивать. И мы готовы к этому стремиться, к этому идти, для того, чтобы этот потенциал действительно развить. И то, что мы сейчас видим, да, этот небольшой катер, который будет выполнять свои задачи, вот, он возрастал как в количестве, так и в объеме. Водоизмещение катера 31 тонна, дальность плавания 450 миль. Военнослужащие по достоинству оценили характеристики судна и поблагодарили всех, кто оказал поддержку. Данный проект предназначен для выполнения высадки десанта на оборудованных и необорудованных берегов. Экипаж 4 человека. Десантный катер «Шапшан» имеет такие характеристики, как маневренность, быстроходный, развивает 45 узлов, скрытно подойти, скрытно высадить десант. Строительство катера началось в августе прошлого года. Помимо основной деятельности, предприятие судовое оборудование и сервис вносит вклад в развитие образования. А именно, в соответствии с контрактом, заключенным с морской академией Университета Есенова проводят практику на верфи. Таким образом, для студентов создана возможность дуального обучения. Руководство компаний помогает в подготовке профильных специалистов, в которых ощущается дефицит в отечественном судостроении. Знакомство учащихся с работой судостроительной и судоремонтной компании начинается в этом цехе. Здесь на алюминиевых листах проектируются и вырезаются по компьютерной программе детали корпусов судов. Будущие морские специалисты получают в цехе первый практический опыт. Что они здесь получают? Во-первых, они открывают для себя кругозор, чем насыщено судно, какие системы. Они понимают и имеют возможности попробовать собственноручно поработать инструментом, сварочным инструментом, электроинструментом, то есть подготовка металла. Есть возможность поработать именно с электричеством. Здесь приобретаются именно навыки, которые в дальнейшем они будут использовать и применять непосредственно на судах. Один из студентов, который закрепляет теоретические знания практическими занятиями, студент третьего курса Даниал Курамбай. Он учится на инженера-механика на судне. Юноша говорит, что уже сейчас ощущает пользу дуального обучения. Здесь мы получаем навыки, которые пригодятся нам в нашей профессии. На протяжении года здесь мы на практике учимся резать металл, шлифовать его. Сейчас, как видите, собирают морское судно, проводятся сварочные работы. По словам руководства судостроительной компании, в дальнейшем они готовы поддержать с трудоустройством студентов, которые примут решение связать свою карьеру судостроительной и судоремонтной деятельностью.